Все тут криолюбители. Профессоров нету, исключая Каченова. Он сам начал это, и он нам руководит. Я хочу поговорить о так называемой криоксизии. Криоксизия, почему она такая? Потому что мы режем с такими специальными криокольцевыми скальпелями. Что такое меланома? Вообще, если на литовском, она очень похожа на слово «приятный», «малонус», «меланома». Но знаем, что она очень дает такие плохие метастазы. И самое главное, что она любит мозги. А когда меланома пошла, там никакого излечения нет. И в последнее время она очень изменяется. Кажется, маленькое изменение кожи, а там, оказывается, это опасная болезнь. Для чего ее называют королева всей онкологии. Вот так выглядит меланома. Ее рисовал врач-художник, который сам истолог. И вот как она видит меланом. С другой стороны, меланома – она не опухоль. Меланома – амебовидная паразита. Она шевелится. И установлено недавно, что она за день проходит 1 мм. Раньше установили это, в Израиле сделали, что за две недели 1 мм. А сейчас Глазгу сделали экспериментальный такой модель. И рассчитали, что она движется. А если движется, она не может быть локальной. Значит, надо лечить человека с меланомой системным путем. И вот мы так и даем две недели перед операцией, даем барвинок. Это фитотерапия. Раньше барвинок привозили из Мадагаскара. Из него сделали винкрестин, винбластин, ну, всякие таблетки для сердца там. А когда я вышел и занялся честной практикой, я не могу принять в себе клинике химиотерапию, потому что у меня есть изобретение предоперационной полихимиотерапии. Там как раз пять лекарств, это дактиноменцин, винбластин, фаранокс, лофеналь. И мы дали две недели перед операцией. На долгое время химиотерапия не работает. Надо дать предоперационную. Две недели, неделю, десять дней. Такую ударную. И она, меланома тогда регулирует. Тогда ее замораживаешь и удаляешь. Локализации всякие бывают. И вот таких локализаций не надо раньше, там, 10, 15, 20 лет, удаляли, если на ноге, удаляли ногу, если на руке, удаляли руку. То же самое. Там, если на спине ты вырезаешь 10 или 15 сантиметров, то же самое я вырезаю 1 миллиметр от меланомы. Результаты тоже. Ну, тут, если что не ясно, дайте знать. Возрастает меланома независимо от стран. Первое место занимает Австралия, очень много. В Норвегии, скажем, в Литве 3 миллиона, 5 миллионов в Норвегии, но в Норвегии 5 раз болеет меланомой чаще, чем в Литве. Когда я начал в 78-м году, у нас в Литве было 23 меланомы в год. Сейчас 350. Ну, что это кормит левую, вот она установила, как меланома движется. Из-за этого, если она движется, она не может быть локальной. И она всегда имеет клонность в любых местах. Почему меланома так близка? Просто близнецы бывают, потому что клетки или меланоциты нейрогенные и меланоцитарные один к одному. И они все движутся. Вот, как видите, она, эта группа установила, что меланома передвижается на 1 миллиметр в день. Ну, несколько слов о нашем методе. Когда мы начали бороться с меланомой, мы имели уже крию. И так придумали, что перед операцией мы меланому замораживаем и тогда удаляем. Всякие были методики. Установили, что эта меланома распространяется с фосфорным тестом. В одну сторону, скажем, на спине 3 сантиметра, в другую сторону 5 сантиметров. И после вырезки хистологи смотрели эти стороны. И если мы показали, где есть окраина, все равно нашли меланоцитарные клетки. Вот так мы начали и заморозили. Так были простые архаины методы. И это не смотрели. Резали всегда и замораживали до фастии. Фастию всегда оставляли. И если на фастии после операции осталось замороженных тканей, мы их оставляли. И через 5-7 дней в крови появился так называемый крио-иммунитет. Иммуноглобулинг. Вот это один из первых больных. Интересный такой композитор. Ему удаляли. Он и по сей день жив. 31 год. Вот так выглядит. Мы всегда, когда удаляли, сами посмотрели, насколько есть глубина. Перед операцией установили всяким методом. И УЗИ сделали, и все. И начали в 1982 году заниматься эхоскопией. И потом только смотрели, что почти 70-80% сравняли после операции и перед операцией, как что показало исследование. 70-80% все совпало. Вот так выглядит рана, но это большие. И вот столько вырезать. И сейчас я вам покажу, как наш метод вообще. Там миллиметр, отходя от края, и удалил с криооксизи. Те же самые результаты. Вот. Самые обычные крио-зонды. Заморозили. До фасии всегда. И вот, как видите, на другом слайде, такой крио-кольцевой скальпель. Он такой. Это изобретение по предоперационной химиотерапии. Получили в 1989 году. А это уже наши. Просто вот в виде кольца всяких размеров. И от миллиметра. Почти самая большая меланома по криооксизию. Вот это. было 5 сантиметров. Ну, все знаем, что самое главное меланому вырезать. А все другие лечения, это только добавки. Ну, они не... Планированные операции. Мы всегда, если раньше дали предоперации химиотерапию, то сейчас просто увидели, что, исходя из того, фитотерапия эта, она на 5 раз крепче, чем были эти все наши предраковые химиопрепараты. Так и называется барвинок. Как его... Ну, он дает человеку выжить. Винка минор, она называется. И отдаешь крепкую, и такой честь сделаешь уже зеленой. И две недели, каждый день, два раза. Первый раз после, как говорится, завтрака выпивает. Другой раз после обеда, вечером, перед сном, потому что с часу ночи лучше начинает работать печень, чтобы эти все чаи попали в то время. Вот как выглядит этот барвинок. Он, если у старушки, то почти каждая старушка дома у себя имеет. И очень хорошо сейчас покажу, вот как перед показываю меланому, и как меланому изменяется после двухнедельной этой фитотерапии. Даже меняется не только что образ, но она гистологически меняется. А если говорит, вот скажем, когда удалят родинки, есть 10 родинок, которые, ну, как этот, шаг вперед только к меланоме. И каждая родинка, если она чуть одна, изменение, чуть одна какое-то, изменение надо уже удалить и ее исследовать. И если даешь перед этим барвинок, то можно сказать, что на одну стадию родинка возвращается в нормальную жизнь. Если ты поклинически установил, что эта родинка атипичная, других нету, и когда исследуют гистологи, они всегда находят, что там нормальная родинка. замораживаем меланому, мы ее замораживаем на 3-5 миллиметров в сторону от нее, чтобы могли скрипо скальпелем удалить радикально. Всегда почти гистологи нам дают, что удалено радикально, никаких больше там изменений в разрезе нет. Вот так выглядят, как говорится, вся процедура. видна белая ткань это фастия, вот так удаляем, до фастии больше не надо, потому что меланома может выйти. операция, если сказать замораживание и удаление, ну где-то замораживание 5 минут, удаление 10-15 секунд. И особенно интересно, когда удаляешь или родинку, или меланому, и когда ты ее как это сказать, ну уже ставишь контейнер с формалином, если она утонула, значит какие-то злокачественные изменения будут. Если она плавает поверхностно, значит там уже клинически можно сказать больших изменений нет. Вот. Маленькое и там уже с изменением. Это можно, как говорится, сказать человеку, что вот мы подозреваем такие-то изменения. Если опухоль помещаем в контейнер с формалином, если он плавает поверхностно, злокачественных клеток мы не находим. Если он на дне, значит там уже езлокачественные клетки. Ну вот это такие, как говорится. И так заживает. Она заживает, вот как раньше говорили вот тут докладчики, что применяет те ткани, в котором месте ты удалил меланомы, особенно на лице. вот 20 лет после меланомы и так выглядит. После меланомы, если бывает третий уровень инвазии, четвертый, после операции мы даем там один-два раза в месяц этот курс барвинка. Он очень хорошо поддерживает безрецидивный период. Рецидивов, сколько вот мы 25 лет уже занимаемся с этой криооксизией с барвинком, ни одного местного рецидива не имели. Исключая, бывает через 25 лет, через 20, если эта болезнь уже разошлась. Мы уже этим не можем закрепить. Что самое главное? Не нужна никакая анестезия. Ты криофиксировал и удалил. Болезненно только тогда, когда оттаивает и смотрев, в каком месте. А так никакой анестезии. Все. Спасибо. Большое спасибо, Иосиф, прекрасный доклад. Анастезия.